В Генеральной прокуратуре Казахстана опровергли информацию о согласованности митингов, касающихся военных событий в Украине. Ранее в социальных сетях появились сообщения, что Акимату сразу шести городов – Нурсултана, Алматы, Шимкента, Актобе, Актау и Женаузена – дали разрешение на проведение массовых собраний 1 мая. В надзорном органе заявили, что в этот день центральные площади населенных пунктов страны будут заняты культурно-массовыми мероприятиями, посвященными Дню единства народа Казахстана. Ведомстве призвали казахстанцев не выходить на митинги, к которым призывают в соцсетях, а также напомнили, что за участие в несанкционированных акциях предусмотрена административная ответственность. В Комитете гражданской авиации опровергли информацию, что косвенная ответственность за крушение самолета компании «Бек-Эйр» лежит на пилотах. Напомню, накануне в департаменте по расследованию происшествий инцидентов на транспорте заявили, что именно летчики принимали решение касательно противообледенительной обработки воздушного судна перед вылетом. И именно обледенение крыльев самолета названо причиной крушения «Фокер-100». В Комитете гражданской авиации и авиационной администрации Казахстана считают, что все предполетные процедуры пилоты проводят согласно строгим регламентам, в том числе за авторством производителей самолетов, поэтому называть их виновными некорректно. Одновременно с этим в двух ведомствах обратили внимание на действия руководства аэропорта, которое допустило строительство двухэтажного дома в непосредственной близи от взлетной полосы. Напомню, в результате столкновения «Фокер-100» с жилым строением в декабре 2019 года погибли 8 человек. Два человека пострадали. В ДТП с участием патрульной машины «Вактау» авария произошла ночью. Она попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как на одном из перекрестков служебный автомобиль полицейских на полном ходу врезается в другую машину, совершающую поворот. Пострадавших доставили в больницу. Начато досудебное расследование. В Алматинской области полицейские нашли часть украденного заводского оборудования. Оно предназначалось для инновационного производства по выпуску кирпича. Завод расположен в Шимкенте и в апреле должны были запустить в рамках госпрограммы. Однако техника так и не доехала до производства. Ее украли по дороге. Остановили машину, разгрузили, а затем злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В полиции сообщили, что аферу придумал ранее судимый житель Алматы. Две единицы дорогостоящей техники успели продать на строительные объекты. Еще две до сих пор не найдены. Пострадавший предприниматель заявил, что на Хургосе действует организованная преступная группа. Однако данную информацию в полиции не подтвердили. В ходе оперативно-радостных мероприятий удалось установить, что афера делал рук 35-летнего жителя города Алматы, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное мошенничество. Уголовное расследование по факту проводится согласно статье 190 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть мошенничество в особо крупном размере. Строительство автодороги Караганда-Балхаш в этом году пока не возобновили. Выполнено лишь 45% работ, при этом до момента сдачи остался ровно год. О причинах приостановки стройки в материале Юлана Чаус. Реконструкцию автодороги Караганда-Балхаш начали в 2019 году. Она должна стать четырехполосной. Но за три года по съездам и объездам эти 363 километра уже омыты слезами водителей. Дороги, машину ломаем, постоянно ремонт, ходовка. Что зарабатываем, все на машину. Разница 2,5 часа, сейчас 4,4 часа. Два часа разница. Машину бьешь, как говорится, всю ходовку бьешь, все это бьется. И расход топлива большой, конечно, из-за этого. Резина вон, только сделаешь, вот тем рейсом баллон делал, сейчас не знаю, но камни бывают, скальник, протыкаешь баллоны. А на самых высоких уровнях три года обещают сдать дорогу досрочно. Но не получается. До официальной даты окончания строительства остается ровно год. На сегодняшний день работы завершены на 45%. То есть работы выполнены на 104 миллиарда деньги. Техника на дорогу сейчас выходит лишь подровнять ямы на объездах. Строительство не возобновлено. Версий почему две. Первая странная, учитывая, что в предыдущие годы строили даже зимой. Неблагоприятные климатические условия. Планируется начать с наступлением благоприятных условий. И версия вторая, более правдоподобная, но неохотно афишируемая. Работа стоит только из-за того, что генподрядчик ждет удорожания. То есть не укладывается стоимость цены с метой и фактические цены на рынке сегодня. Проект дороги разрабатывался в 2016-17 годах. Под тем ценам строительство должно было обойтись в 248 миллиардов тенге. На что Казахстаном был взят международный кредит. Каждый километр тогда оценивали почти в 700 миллионов тенге. Но из-за удорожания материалов в прошлом году стоимость выросла примерно на 30%. Нужна корректировка проекта и выделение дополнительных средств. Сейчас проводятся предварительные мероприятия для вынесения на рассмотрение соответствующего госоргана. Как эти мероприятия завершатся, будет рассмотрен вопрос по корректировке. То есть связано с удорожанием основных строительных дорожных материалов. При этом в случае невыполнения работ в срок генподрядчикам, а это иностранные компании, грозят большими штрафами. Илана Чауса, Ирана Камбаев, Хабар-24, Карагандинская область. В Казыгурдском районе Туркестанской области каждому пострадавшему от потопа выплатят по 100 тысяч тенге. Это материальная помощь от спонсоров. Получат ее больше тысячи человек. Помимо этого, жители, потерявшие скот, могут рассчитывать на компенсацию от государства. Тем временем в местных селах продолжают ликвидировать последствия наводнения. Подробности у Рауля Габитова. В проливной дождь и по колено воды – это то, с чем столкнулись жители села Жмешке. Аул расположен в низменности. С холмов большая вода хлынула по улицам и подтопила дома. Дождь шел примерно полчаса, но этого хватило, чтобы вода затопила весь двор, сарай и гараж. А что было бы, если бы осадки продлились еще дольше? От потопа пострадали 11 сел в Казыгурдском и Сарагарском районах. Вода проникла в 41 жилище и 71 сарай. Например, этот дом в ауле Кхакпак частично обрушился. Об уровне воды, которая его накрыла, можно судить по следам на стенах. Все наше имущество оказалось под водой. Сейчас нам обещают компенсацию. Ждем. Сказали, что построят новый дом. В другом, более безопасном месте. Пока наша семья живет у родственников. В Акимате обещают профинансировать ремонт каждого здания. На материальную помощь могут рассчитывать и те, кто потерял домашних животных. Всего при потопе погибло порядка 500 голов скота. Мы создали специальную комиссию, которая рассчитала сумму выплат за погибший скот. За каждую овцу владельцы получат по 40 тысяч, за ягненка по 10 тысяч, а за козу по 20 тысяч тенге и так далее. Компенсацию получат все, кто понес убытки. Ликвидация последствий подтопления продолжается. Помимо спасателей, на помощь к жителям приехали сотни волонтеров со всего региона. Они очищают дворы и улицы от грязи. Я тут второй день. Помогаю, чем могу. Очень много дворов и улиц превратились в болота. Вот мы и убираем грязь. На местах работают и представители общества «Красного полумесяца». Пострадавших они обеспечивают одеждой и гуманитарной помощью. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хуан Шабу, Хабар-24, Туркестанская область. В Павлодарской области усилили охрану леса. В Сосновом Бару, где совсем недавно произошло крупное возгорание, разработали оперативный план на случай тушения лесных пожаров. Напомню, тогда огонь охватил свыше 300 гектаров молодого леса. Ущерб государству превысил более 30 миллионов тенге. Ербул Абишев продолжит. В природном резервате Ерты-Сорманы спешно опахивают лес. Эти искусственные преграды важны в период пожароопасного сезона. Вокруг леса начались весенние отжиги. В любую минуту пожар со степи может проникнуть в Сосновый бор. Мы отработали все мероприятия противопожарные. Сейчас у нас подготовка идет к проведению профилактических мер борьбы с лесными пожарами, как устройство минерализованных полос и уход за ними. Сейчас в лесу высокий класс пожарной опасности. На территории резервата выставлены 11 противопожарных постов. Круглосуточно на потенциально опасных участках несут дежурство боевые расчеты. Ситуацию с воздуха контролирует вертолет. На борту у нас два десантника пожарных. Если площадка позволяет, мы высаживаем десантников. Они занимаются тушением до прибытия основных сил. Пожарный десант – профессия опасная. Они первыми вступают в борьбу с огненной стихией. В прошлом году в лесу зарегистрировали 75 пожаров. 25 из них потушили благодаря оперативности и отваге пожарного десанта. При степном пожаре заходит в лес, например. Вот тяжело тушить. Стараемся выполнять зары как своевременно, останавливать пожар. За 20 лет было много ситуаций. Все эти были ситуации. Были даже жертвами. С начала месяца в сосновом бору случилось 4 возгорания. Более 340 гектаров лесной площади пострадало в огне. В природном резервате жертвы Сурманы подозревают, что в двух случаях был умышленный поджог. Мы готовы своевременно отразить любой пожароопасный период. Ведется круглосуточное дежурство. График сменности – сутки трое. Недавно удалось достигнуть соглашения по оказанию взаимопомощи с управлением лесами Алтайского края России, природным резерватом семьи Орманы, акимами сельских округов и крестьянскими хозяйствами. Полиция и погранслужба тоже подключились к охране леса и борьбе с браконьерством. Скоро пройдут учения по отработке совместных действий при ликвидации лесного пожара. Малоснежная зима, жаркая весенняя погода и сильные ветра – все это может отразиться на урожае зерновых в североказахстанской области. Аграрии отмечают, климат в регионе меняется. Есть опасения, что засушливая погода нанесет серьезный урон посевам. Сейчас земледельцы пытаются сохранить на полях ту влагу, которая есть. Подробности у Нургуля Ахметовой. На полях сельскохозяйственной опытной станции, расположенной в поселке Шагалалу, проводят баранование. Агрономы отмечают, это важный этап подготовки почвы к посеву, особенно если учитывать, что запасов влаги мало. Это видно и невооруженным глазом. На угодьях пыль столбом. Сухая земля легко подвергается ветровой эрозии. Рано сошел снег, влаги не было. Вы можете заметить, что ни на одном поле, нигде вы сейчас не встретите лужи, лощины, лиманы. Этого ничего нет. И подсохла почва, сильные ветра суховеют. Ничего хорошему это не приводит. Это сносится в верхний плодородный слой почвы. Малое накопление влаги в осенне-зимний период, весенняя засуха сильными ветрами и риск, что летом дожди будут редко. Все это может отразиться на урожае, отмечают специалисты. Чтобы осенью не остаться без хлеба, эксперты рекомендуют придерживаться оптимальных сроков сева и соблюдать все агротехнологии. Кто выдерживает технологию, каждый этап, начиная от ранней осенней зяби, снегозадержания, подготовки качественных семян, подготовки качественного фона, ранневесенние мероприятия в свое время также 100% проводят, тот и получит урожай. Кто, конечно, пропускает или экономит на топливе, тот и будет проигрывать. Обследование полей на определение запасов влаги сейчас проводят и специалисты КАЗ «Гидромета». Они отмечают среднее увлажнение почвы, то есть меньше нормы, а лето, по прогнозам, обещает быть жарким. В первой декаде мая прогнозируются заморозки на поверхности почвы ночью до минус 3 градусов, а существенный прогрев температуры воздуха ожидается в третьей декаде, когда столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов. Летний период пройдет с повышенным температурным фоном на 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы, местами меньше нормы. Осадки прогнозируются кратковременного и грозового характера, то есть выпадать будут локально. В целом аграрии региона планируют засеять зерновыми 3 миллиона гектаров сельхозплощадей. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Термиты атакуют исторические памятники в Узбекистане. В частности, речь идет об архитектурном комплексе Ичан-Кала, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вредители уничтожают резные изделия из дерева. В стране зафиксировали более 40 подобных случаев нанесения ущерба на территориях историко-культурных памятников. К слову, в музее под открытым небом в Хиве до сих пор проживают несколько сотен семей. В регионе постепенно улучшают инфраструктуру. В приоритете улучшение качества жизни этих людей. В прошлом году в старой части города были проблемы с инфраструктурой. В частности, неприятный запах. В этом году вопрос решили. Напомню, для увеличения турпотока в конце прошлого года Узбекистан заключил соглашение о кредите с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Цель сотрудничества – электрификация железнодорожной линии, которая соединяет Бухару и Хиву. Но на это выделят 108 миллионов долларов. В случае успешного завершения проекта расстояния между городами можно будет преодолеть за три часа. А добраться из Ташхентов к Хиву можно будет за семь. Начинающие предприниматели Павлодара жалуются на препятствия со стороны местных властей вместо поддержки. Все в городском Экемате в этом году запретили устанавливать аттракционы на набережной Иртыша. Почему, узнавали мои коллеги. Набережная Иртыша – самое популярное место отдыха Павлодарцев. Для предпринимателей – площадка для бизнеса. Торговля, прокат детских электромобилей и самокатов приносили молодым бизнесменам за лето неплохой доход. 20-летний Сапарбек Исинбулат даже взял полмиллиона тенге в кредит, надеясь на прибыль из батутов. Адлет Мухаммед Каиров, зарабатывающий прокатом машинок, надеется, что власти отменят свой запрет. Машинками занимаюсь около три года. В том году в отдел предпринимательства, когда ходили, постоянно нам давали разрешение. Но в этом году без каких-либо причин не дают разрешение, сказали не работать и все. И постоянно приходит комиссия, нас убирают. И теперь не знают, что делать. Алтон Суханова свой небольшой бизнес на набережной открыла 13 лет назад. Женщина торгует напитками и мороженым. Люди нуждаются в прохладительных напитках. Они говорят, пусть они сами приносят. Они не знают нужды граждан. Даже если элементарно ты с собой принесешь, оно через пять минут станет горячим. В прошлом году было такое, что женщина здесь потеряла сознание. Жарко, почти под 40 градусов. Она упала, у нее с носа кровь. И если бы не мы, не мои девочки, у меня же здесь лед, у меня же здесь же прохладительные напитки. Это ее как бы спасло. Между тем, в городском окемате отмечают торговлю на набережной незаконно. Разрешений на ведение бизнеса выдаваться не будет. Ежегодно очень много обращений поступает в отдел предпринимательства по вопросу организации торговли или установки аттракционов на центральной набережной. В настоящее время данный вид деятельности на центральной набережной не предусмотрен. Согласно генеральному плану, набережная относится к землям общего пользования. И, соответственно, там воспользоваться и погулять на набережной могут все жители города Павлодара. Тем не менее, предпринимателям пообещали найти другие площадки для аттракционов и торговли. По словам чиновников, бизнес не должен мешать горожанам отдыхать. Бутакуз Базарбаева, Саматус Панов, Женстимир Булат, Павлодар, Хабар, 24. Члены президентского кадрового резерва внесли свой вклад в озеленение столицы. Сегодня в Сараркинском районе мегаполиса они высадили 200 саженцев, березы и ели. Стоит отметить, что это уже не первая подобная экологическая акция в городе с начала года. Только по Сараркинскому району за последние недели коммунальщики, госслужащие и волонтеры высадили полторы тысячи деревьев. В ближайшее время ожидается высадка еще 500 саженцев. Необычная акция прошла в Казаларде. В одном из торговых домов города многодетные мамы подарили посетителям праздничное настроение. Перформанс организован Советом матерей при областной ассамблее народа Казахстана и активистами этнокультурных объединений. Десятки представителей разных этносов в ярких костюмах и с национальными музыкальными инструментами исполнили для посетителей любимые мелодии. Здесь же выступали ансамбль бабушек и семейные коллективы. По словам организатора, акция направлена на укрепление межнационального единства и продвижение казахских народных традиций. ПЕСНЯ Это событие примечательно тем, что происходит накануне важного праздника – Дня единства народа Казахстана. Матери хотят мира не только в своей семье, но и в стране, и во всем мире. Поэтому все участники перформанса, а это женщины, молодежь и дети, призывают жить в мире и согласии, беречь наше главное достояние – единство народа. ПЕСНЯ Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые пробилась на чемпионат мира. Об этом сообщили в Федерации тенниса. Путевку в финальный этап командного первенства наши спортсмены завоевали в Индии. Казахстанцы одержали волевую решающую победу над Таиландом 2-0. Первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгазбай. В невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в трех сетах в трехчасовой игре. Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента. Таким образом, сборная Казахстана впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира, который пройдет этой осенью. К этой минуте все. Спасибо, что смотрите Хабар 24. Субтитры создавал DimaTorzok